Первая задача, которая позволяет решить краудфандинг, это финансирование, привлечение денег в вашу идею. Вторая задача, которая позволяет решить эту систему, это пиар. Что это значит? Это значит, что вы благодаря краудфандингу решаете, прошу прощения, краудсорсинговые задачи. То есть вам нужно в ваш проект привнести людей, которые обладают теми иными навыками. Вам нужны банально волонтеры, которые придут и что-то для вас делают, если у вас социальный проект. Или это совершенно чудесный инструмент, который вам позволяет выйти в СМИ или в блогеры. Потому что когда ваш продукт, когда ваша идея реализована, когда она уже есть, любой тип продвижения называется уже рекламой. А у нас есть закон о рекламе, который просто-напросто не позволяет на бесплатных основах размещать информацию о вашем продукте, например, в СМИ. Вам гораздо легче зайти в СМИ, гораздо легче прийти к блогерам с предложением поддержать вас информационно, когда у вас еще вообще ничего не готово. Это прекрасная возможность. Это как минимум то, что сейчас в тренде абсолютно точно, и люди с удовольствием об этом пишут, если правильно им подойти с этой просьбой. Ну и наконец, третий пункт. Это оценка идеи. Насколько она людям нужна, насколько они готовы ее действительно поддержать рублем, долларом, неважно, чем угодно. Фактически, это прекрасный инструмент маркетинга, который куда более честно вам говорит о необходимости вашего продукта, вас лично, да, на рынке. Потому что люди не должны нажать просто на галочку, не должны заполнить анкету. Они должны еще проголосовать за вашу идею рублем. Это очень и очень хороший инструмент. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...